Всем привет! Наконец-то я в отпуске и буду заниматься реализацией своих планов, которых насобиралось очень много. Сегодня я хочу начать делать забор, вернее не забор, а соколь забора. У нас тут есть такой забор, посмотрите, это плоский шифер, он приварен к металлическим уголкам, а внизу он стоит, как бы вот у него соколь. Соколь мы заливали здесь в кирпич и заштукатурил он, старая штукатурка. Выглядит она не очень, и вот я хочу ее облагородить, сделать соколь под камень, декоративный камень. В прошлом году я попробовала вот здесь вот кусочек, вот этот вот, если вы видите, вот он. Вот с прошлого года он простоял. Это был пробный такой вариант, ничего не потрескалось, ничего не испортилось. Вот это вот я сделала, маленький-маленький кусочек. В этом году я хочу доделать полностью его, ну и еще и покрасить, конечно же. Поехали. Сначала необходимо подготовить стену. Это старая штукатурка, обязательно зачистить ее как следует щеткой по металлу, чтобы опало то, что хочет и должно опасть. Лучше сейчас, пусть опадет от пыли, от грязи, все смести аккуратненько. И если это грязная пыльная стена, ну, можно еще и прогрунтовать. Либо просто смочить. Вот в моем случае она смочена хорошо. Все, я прошла щеткой по металлу. И сейчас вот уже у меня раствор, один к двум, одна часть цемента, две части песка, мелко просеянная на мелкое сито и немного, пару капель жидкого мыла. Вот такой вот, выполняем накидку, вот кидаем, где-то так вот, чтобы слой был, ну, сантиметра два толстым. И немножечко вот так вот сразу приглаживаем, немножко жидковатый раствор. И сразу примерно намечаем камни. Вот камень у меня идет, вот я вот его заканчиваю, этот камень. Вот будет здесь вот следующий. Ну, так вот прорезаем, чтобы не до старой штукатурки. Чтобы старая штукатурка, вот, была все-таки покрыта слоем цемента. И добавляем, вот намечаем камешек, да, вот здесь вот у нас будет, чтобы немножко плывет цемент. Еще рано. Вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Немножечко он пристынет, и мы будем формировать камешки. Добавлять где надо, приглаживать. Попробуем. с 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 мы накидали первичный слой и немного вот сразу формируем намечаем камни посмотрите я вот наметила так еле-еле немножечко вот так вот уже понятно где как где какой камешек будет формируем и потом будем подкидывать дополнительный вот здесь вот смотрим уже да и вот здесь вот дополнительный объем вот так вот прикидываем еще немножко чтоб он был нарядный толстенький выпуклый и вот так вот формируем камешки ну вот там да 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 Продолжение следует... 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 затем делаем подрезку аккуратненько не спешим прочерчиваем прорисовываем поглубже сами швы подрезаем их можно сделать это рустовкой вот такая вот рустовка можно вот так вот прочертить но когда по суше будет побольше засохнет но мне нравится вот вот этот камень именно вот так как-то глубже получается фактор не и кисточкой немножко еще сыровато на кисточкой вот это лишнее убираем закругляем муклы не спешим каждый камешек прорисовываем вот такой вот цоколь забора у меня получился по моему ну сто процентов лучше чем было такой вот декоративный камень сырный камень так вот он смотрится далека, ближе покраска будет вообще замечательно я думаю в итоге получилось три с половиной даже больше квадрата декоративного камня которым ну мы облагородили цоколь нашего забора может это сделать каждый я тоже не строитель я только учусь бюджетный способ ушло всего лишь это полтора мешка цемента ну и вот в итоге такой красивый забор мне кажется он ну по крайней мере гораздо лучше чем был привет большой передаю Владимиру Колесникову и всей его семье это мой учитель, вдохновитель и вам желаю удачи, улыбок и хорошего настроения спасибо 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 Продолжение следует...